Первый раз работаю курьером. Где мой заказ? Это уже заказ? У меня один походите, а вы какой имеете право? Он в курсе. Есть эксцессии, абсолютно. Я уже на 3 минуты опаздываю. Ребята, всем привет! Сегодня необычный день, потому что я сейчас надену жёлтую курточку курьера Яндекс.Еды, и пойду по заказчикам нашей кухни, Варламов есть, и буду сам доставлять заказы вот этими руками. Это мой первый опыт, я никогда этого не работал курьером, но, как говорится, нужно посмотреть, как всё устроено изнутри, нужно начать с самого начала, тем более надо пообщаться с клиентами. Я надеюсь, нас кто-то пустит, я надеюсь получить какой-то фидбэк от клиентов нашей кухни. Всё, пойдём. Здесь у нас столик, где курьеры Яндекс.Еды получают свои заказы, они подходят сюда, нажимают вот здесь вот на кнопочку, кухня видит, что пришёл курьер за заказом, и им уже выносят заказ, который они потом несут клиенту. А пока они стоят и ждут, они могут прочитать весёлое объявление о том, как нужно себя вести. Я как курьер, я не могу дальше этого столика зайти, поэтому я могу только так вот выглядывать и говорить, где мой заказ? Это уже заказ? Всё. Подожди, это прямо настоящий, да? Да, прямо настоящий. Офигеть, аж. Слушай, ого, вкусненько. Да, есть тыквенный, есть грибной, есть шафран, есть лиц, потом сварки, куке есть и морс есть. Я теперь закрываю сумку и еду к клиенту. Всё, пошли. Пошли отвозить быстрее, пока не остыл, надо быстрый. Заказ забрал. Вы уверены? Да. Всё, теперь если я что-то съем, претензия будет ко мне, да? На телефоне отметил всё, что у меня в заказе, и ветер надо бежать. А, а клиент уже видит, как я бегу к нему. Стёп, первый раз работаю курьером, никогда ещё никому ничего не доставлял. Волнуюсь, как люди примут. Вообще, я бы по-хорошему, конечно, если бы я по-настоящему работал курьером, я бы ехал на велосипеде. Но из-за того, что у нас тут идет съемочная группа, их все на велосипеды не посадишь, поэтому приходится идти пешком, но ничего. Пока мы идем, и еще не все запыхались, можно рассказать вообще, почему я в костюме курьер Яндекс.Еды, почему вот решили работать с Яндексом. Изначально мы вообще думали сделать свою службу доставки, но это совершенно невыгодно, особенно когда у тебя всего несколько кухонь. Сделать эффективную систему доставки это будет очень дорого, доставка будет дорогой, поэтому нам сейчас выгоднее работать с Яндексом. У них классные быстрые курьеры, они все оперативно доставляют, а мы не знаем никаких хлопот с получением оплаты, с общением там с клиентов, то есть это все на себя берет Яндекс, и мы в таком партнерстве делаем. Мы готовим офигенную вкусную еду, лучшие поки в Москве, потрясающие супы, скоро у нас появятся стейки, а Яндекс быстро и оперативно все это доставляет, поэтому устраивайте приложение Яндекс.Еда и ищите, там в Орламов есть ресторан, у нас пока две точки, это в районе Покровки, пересечения Покровки и бульвара в радиусе нескольких километров, и вокруг метро Щелковская, там радиус побольше, километра три, практически все из Майлова. Я так один раз себе купил рюкзак, купил себе классный желтый рюкзак и думал, ну мне так понравился, ну буду ходить, я как-то иду в кафе, захожу в этом рюкзаке, а у меня что, у меня еще ярко-желтый плащ, и мне администратор говорит, так, курьера дальше нельзя, вы за заказом стоите здесь, я говорю, я посетитель, я так посмотрю, говорю, извините. Сейчас я бы хотел рассказать вообще, что у нас поменялось, последний раз я рассказывал больше месяца назад, когда мы только открылись, с этого момента, кстати, вышло несколько обзоров, блогеры сделали обзор на нашу доставку, мне приятно, что положительные отзывы, вы можете посмотреть все обзоры, которые я нашел, посмотреть по ссылочке в описании к этому ролику, если вам есть что сказать, ребята, у нас самая большая проблема, это обратная связь, потому что мы не получаем обратной связи, мы не получаем вашей критики, мы не можем становиться лучше, поэтому, если вы делали обзор на нашу доставку, если вы пробовали, заказывали сами, если вам есть что сказать, пожалуйста, будет почта в описании к этому ролику, кидайте туда любые отзывы, любые ссылки, нам очень важно знать ваше мнение. У нас произошли изменения, у нас появилось много новых блюд, если начинали мы только с четырех видов поки и потрясающие ребра, то на сегодняшний момент у нас огромное меню, где можно найти на любой вкус и цвет, и Миша сейчас, мой партнер Миша, представит новые блюда, расскажет про них подробно, а вы можете потом все это дело заказать и все это попробовать. Один из фидбэков, который мы все-таки получили, то что люди совершенно не представляют, как есть это блюдо, то есть они пытаются его есть как сашими, набирая какие-то кусочки, отдельно макая их в соус и не зная потом, что делать со всем остальным. Как правильно есть поки? На самом деле, вот очень просто и совершенно пошло, просто брать этот соус, просто его вот так выливать туда. Проще всего взять и все закрыть обратно крышечкой. Плотно закрываем крышечкой. Плотно закрываем крышечкой и делаем вот так. Магия! И у нас получается вот такое замечательное месиво, которое есть в пакете, где все ингредиенты прекрасно смешаны. Первое, о чем мы подумали буквально в первой неделе, что нам очень не хватает супов. То есть мы получили такой фидбэк от пользователей и мы ввели несколько супов. Один из супов-то индийский суп дал, не острый. Мы решили специально выбрать из индийской кухни не острый суп, чтобы он подходил максимальному количеству людей. Второй суп, который у нас появился, это тыквенный суп с трюфельным маслом. Это рецепт нашего шеф-повара Екатерины. Как вы помните, мы открылись только с оригинальным поке с тунцом. И у нас не было поке с лососем, потому что мы достаточно долго искали поставщика хорошего лосося по приемлемой для наших пользователей цене. Вот мы нашли наконец-то этого хорошего поставщика, и у нас появился покет с лососем, который я вам уже показывал, как правильно смешивать. Но так как у нас есть теперь лосось, мы еще сделали норвежский лососевый суп. И это такой сливочный суп, немножко кисленький, с лососем и с картофелем. Также совсем недавно у нас появился, так как уже наступает зима и хочется чего-то более, не знаю, теплого и домашнего, у нас появился суп-пюре из грибов и картофеля, которое подается вот с такими сухариками. Я уже на три минуты опаздываю. Да, похоже. О, здрасьте. Вам еду принесли. Здорово. Ничего, если, ну, здесь вот снимают. Да, я знаю. Да, супер. Я взяла пост в фейсбуке, поэтому я заказала. Да, потрясающе. Видите, мы первые, первые мои клиенты. Я вообще была первым клиентом в Ароне Пуис. Да, так, а расскажите, а что вы заказывали тогда? Поке с тунцом. Мы вам в подарок вложили в МОС. Да, спасибо. У нас в МОС стоит. Не лучше кофе в Москве. Честно. А, с лососем теперь можно поварить. С лососем самое крутое, да? Так, замечание. Давайте быстрое замечание. И мы идем дальше на столе. Замечание. Нет, пока. Вот какую-то обратную связь дать. У нас проблемы с обратной связью. Потому что клиенты все стесняются говорить правду. Один раз мне забыли положить соус. Кошмар. В следующий раз мы вам пришли еще в подарок. Хорошо, спасибо. Все. Спасибо вам. Приятного аппетита. Так, второй заказ у нас. Там суп надо аккуратно вести. Пошли. А пока мы идем, расскажу, как идут дела. Мы открыли недавно вторую кухню в Измайлово. Так что теперь можно заказывать там. Проверяем, как это работает в разных районах. Скоро откроем еще одну кухню. Мы хотим сделать фудтрак и двигать его в разных районах Москвы, чтобы изучать спрос. Потому что там с центром города все понятно, а вот с окраинами не очень. Средний чек у нас сейчас больше 1000 рублей. Это очень хорошо. То есть люди заказывают там сразу по несколько блюд. Недавно был заказ, там 30 порций заказали. У нас, конечно, на кухне никто такого не ожидал. Потому что сложно с таким вот ауральным заказом подготовиться. Но справились. Все отдали в срок. Клиент остался доволен. Интересный момент по поводу чаевых. Вот я всегда стараюсь курьером, когда есть возможность, когда есть деньги, всегда оставлять на чай 100-200 рублей. А люди у меня что-то первый заказ мне чаевых не дали. Оставляйте курьером чаевую. У нас тяжелая работа. Мы ходим по морозу. Это непросто. Мы смотрим на наше меню, слушаем мнение наших пользователей. Мы понимаем, что у нас нет ничего десертного. И мне пришло в голову блюдо, которое я пробовал в Таиланде. Он называется манго стики райс. То есть такой липкий сладкий рис с манго. Мы его модернизировали. Добавили туда очень много фруктов, клубничный соус. Одна из жалоб, которые мы слышали, представляющая себе, что слишком много. Слишком много. Я не могу его доесть. Я бы хотел чего-то поменьше. Ну и, соответственно, подешевле. И вот мы ввели блюдо, которое было бы таким же вкусным, классным, но чуть-чуть поменьше и более бюджетным. Это курица в кокосовом молоке с рисом жасмин, который стоит всего 250 рублей. Но опять-таки этим блюдом можно наесться полностью. Кстати, что интересно, что мы решили с нашими поки в итоге сделать то же самое. То есть мы понимаем, что есть люди, которые хотят вот ту порцию нашу большую, которую мы продаем сейчас. Но есть люди, которые хотят поменьше. Поэтому в ближайшее время мы разделим поки на поки как у нас и поки как у всех, условно говоря. Посмотрев на наше меню, мы поняли, что у нас не хватает какой-то вегетарианской опции. И мы решили сделать вегетарианское блюдо. Долго думали, перебирали и остановились на фалафеле. Но решили фалафель тоже сделать в виде поки. Может быть, мы пока слишком экзотичны. То есть у нас все блюда какие-то такие необычные. И, возможно, есть люди, которые хотят чего-то более простого, более традиционного. И мы решили сделать стейк из свинины с пюре. Продолжая одновременно такую индийскую тему, которая у нас появилась с супом дал, и вегетарианскую тему, которая появилась с фалафелем, мы сделали шафрановый рис с панировым орехами. Шафран, не знаю, знаете ли вы его или нет, это самая дорогая в мире специя. То есть 2 грамма шафрана стоит несколько сотен рублей. И мы, в общем, не жалеем шафранового блюда. Стоит он при этом всего 195 рублей. И у нас появились совершенно прекрасные сногсшибательные сырники с двумя соусами. Один из соусов входит по умолчанию, это сметаны. Второй соус на выбор. Очень советую вам попробовать с яблоками, а вторым соусом выбрать яблоки по рецепту нашего шеф-повара. Пойдемте здесь, срезом курьером Яндекс.Еды можно все. Даже газоны топтать. Здрасьте, а мы тут еду, доставка, с небольшой компанией. Подожди, подожди, а вы что так в телевидении, я что-то не понял? Не-не, мы в 17-ю квартиру у нас, доставка. А почему только с этими камерами и что-то? Потому что они снимают меня. Я что-то не знаю. Ну как, что вы не знаете, видите? Не надо никаких, вы одним проходите, а вы стоите здесь. За мужчину. Дайте мы домофон, позовем к человеку. Здрасьте, я вот вам еду привез. Один проходите. Слушайте, нам надо... Не, ну почему... Главное кажется, человек нам открыл. Один проходите, а вы какой имеете право вообще-то заходить-то? У тебя подпортите здесь. Мы в гости пришли. А? Мы в гости пришли. К товарищу. Нам надо снять... Большой пролёт. Здрасьте. Здрасьте. А вы не против, если вы немножко попадёте в кадр? Ну, вообще, против. А, хорошо, да. Мы вам положили один поки с лососем, у нас новое блюдо. Вот. И, ну, попробуйте в подарок. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Не захотел, чтобы мы его снимали, и был как-то так смущен, поэтому не получилось нормально пообщаться. Но я надеюсь, он нам поставит хорошую оценку. Мы ему подарок дали. Мы ему дали поки с лососем. Вообще круто. Так вот бежишь с заказом, пока всё горячее, чтобы клиента обрадовать. А потом выходишь, и такое чувство опустошения. Ну, как сдал диплом. Или прибежал на финиш. И всё, уже не хочет никуда спешить, хочется сесть на лавочку. Любоваться московским небом голубым. Всё, идём. Третий заказ идём. Здесь недалеко. Идти 8 минут. Клиент написал, что нужно пройти через охрану на второй этаж. У меня чувство, что это какое-то административное здание. И охрана может нас не пустить всей толпой. И мы опять останемся без съёмки клиента. Посмотрите, курьер зарабатывает 100-125 рублей в час. Плюс 100 рублей за каждый данный заказ. То есть у меня 3 заказа в 2 часа. По идее, я должен заработать 500 рублей. Поэтому, ребята, не забывайте про чаевые. Ещё раз. Делайте курьером приятку. Подожди, вот, 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 наверное. Ну ладно, что происходит? О, привет. А ты где работаешь? Ну, в газете. А, нет. Ну, уже может быть и... Мы еду разводим. Видишь, как я еду с курьером. Выгодно? 125 рублей в час и 100 рублей за заказ. 2 часа я 500 рублей заработал. Возьмёшь меня? Обсудим, я не знаю. Ты быстро бегаешь? Достаточно. Мне надо к клиенту отнести еду. Давай, давай. Ты не заказываешь мою еду, варламов есть. Закажи поки, сейчас тебе привезут. Что ты? Ты привезёшь. Я закажу. Привезу, заказывай. Я ночек, да? Здрасьте, мы на второй этаж к Александру. Мы тут вот с человеком, а он помогает. Я тоже доставляю. Что тут? Зачем ходить ещё с человеком, когда всегда приходит один человек и доставляет? Потому что мы снимаем, как мы доставляем. И если человек будет не против, кому мы пришли, мы снимем, как мы ему вручаем заказ. Если будет против, то не будем. Да. Так, вот это другой уже разговор, а то вы говорите, что вы ему помогаете доставлять. Нет, я помогаю ему снимать. Да? Еду привёз вам. Отлично. Да. А вы не против, если мы снимем передачу заказа? Что? Если мы снимем передачу заказа. Это для меня нет. Да, я понял. Он меня совершенно явно не узнал. Он как-то, в общем, надменно, пренебрежительно, как с курьером. Знаешь, такой там. Сюда, сюда. И охранник такой тоже злой такой. Знаешь? Ну и, конечно, никаких чаевых. Я даже спасибо не сказал. Вот что обидно. Все лимонады у нас делаются из натуральных продуктов. То есть прям режутся фрукты. Там добавляется немного сахарного сиропа. В нём замачиваются фрукты. И потом это всё расправляется газированной водой. Илья говорил, что вот ребра неплохо бы их есть с пивом. Но пиво алкогольное мы, конечно же, доставлять не можем. Но мы вот сейчас ввели безалкогольное пиво. И ещё вот такой пивной, лимонный, но тоже безалкогольный напиток. А из наших собственных продуктов у нас добавился совершенно прекрасный морс. Изоблепихи, брусники с имбирём. Есть люди, которые предпочитают какие-то традиционные напитки. И кроме двух видов вот этого безалкогольного пива мы также добавили Coca-Cola. Ну и ещё нововведение, которого ещё пока нет. А может уже к тому времени, как вы смотрите этот ролик, может оно уже и появилось. Мы ввели куриные крылья. И вот одна из версий, которую я принёс с собой. Мы решили пойти навстречу людям, которые любят по-настоящему острую еду. Таких у нас немного. И поэтому все остальные наши блюда мы делаем немножко приглушёнными. Им было даже пару жалоб. Хотя многие считают, что у вас чуть островатые Pocky. На самом деле Pocky должен быть гораздо острее. Вот с этими Buffalo Wings мы не шли на какие компромиссы. То есть они сделаны из совершенно настоящего соуса. Единственное, что соус... Мы не нашли настоящий соус для Buffalo Wings в России. Поэтому мы его сделали сами с нуля. То есть мы взяли перец, сами заферментировали этот перец. Перемешали, получили соус. Дальше смешали его с маслом. Ну добавили ещё какие-то секретные ингредиенты. И у нас получился прекрасный соус. Которого просто у вас начинают слезиться глаза. Но для тех, кто всё-таки любит не острое, у нас ещё будут два вида крыльев не острых. Ещё с самого начала мы с Ильёй очень много обсуждали, разговаривали про стейки. И вот-вот-вот стейки у нас в ближайшее время уже появятся. Мы сейчас отрабатываем технологию. Мы ищем поставщиков. К сожалению, не очень хорошо у нас на рынке с качественным и недорогим мясом. Но мы сейчас буквально каждый день экспериментируем. Мы заказываем мясо из разных поставщиков. Мы по-разному его обрабатываем. Жарим стейки, едим их каждый день. И выбираем для вас самое лучшее. Так что я думаю, что в течение буквально недели или двух у нас уже появятся стейки, которые будут лучшими стейками в Москве. Всё, последний заказ на сегодня. Идём в новую газету. Заказал у нас Илья Азат. Известный некогда журналист, который делал потрясающее интервью, когда он работал на ленте РУ. Главный либеральный журналист страны некогда, звезда наша. Даст ли он чаевые курьеру. Просовываем пареньку из яда следы. Что, вы решили устроить? Не-не-не-не. Не, мы... Не доставка. Не-не-не, это не провокация, это не бараны. Не-не-не, мы... Дассказывайте, что будет. Еду, еду. Я понял. Да, мы ему доставим еду. Мы снимаем, я... Илья Варламов... Работают... Ну, как... Мы снимаем, как я работаю курьером. А Илья Азат, мой товарищ, мы сейчас будем ему вручать еду и это снимать. Он в курсе. Без эксцессов. Абсолютно. Вы можете быть уверены. Я задержу сразу. Да не-не-не. Пожалуйста. Ваш заказ... Господи. Не забудь поставить... Сам Варламов принес еду. Была это такое. Не забудь поставить печерочку. Живая легенда и носит еду простые люди. Да. Илья Азар. Можно сказать, приличная интеллигенция. Русская интеллигенция, вот та самая. На это я, честно сказать, не рассчитывал. Вот это меня будет рассчитывать на камеру. Вот. Никто не оставляет... Да. Актронические возведения. Во. Первый человек. Но мы силы... Знаешь? Новостей. У нас скоро сменится упаковка. У нас будет суперорганическая упаковка. Мы отказываемся от пластика. У нас уже сейчас супы в бумажных стаканчиках. Красивых. У нас будут поки в таких специальных бумажных мисочках. Постараемся по максимуму от пластика отказаться. Это не всегда возможно. Например, соусников, к сожалению, нет. Какой-то экоупаковки. Только вот такие вот ужасные пластики. Просто другие не производят. Также, если вы вдруг занимаетесь производством хорошей упаковки или еще чего-то, пишите. Пишите, будем работать. У нас открылась новая кухня. Она открылась около метро Щелковская. То есть мы сейчас доставим практически по всему Измайлово. Теперь попробовать. Лучшие поки в городе можно в Москве, в районе Покровки. И в Измайлово, в районе метро Щелковская. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на социальные сети. Мы наконец-таки завели клевые социальные сети. В завершении этого ролика я хотел бы сказать. Вот я сегодня первый раз поработал курьером. До этого никогда с этим не сталкивался. Я всегда был по другую сторону. И очень неприятное чувство оставил общение с некоторыми клиентами, с охранниками, еще с кем-то. То есть курьера никто не воспринимает как человека. Какой-то обслуживающий персонал, который может пинать, не здороваться, не здрасти, не до свидания. А ты идешь по улице, по этому холоду, спешишь, торопишься, несешь еду. Я уж не говорю про то, что чаевые никто не оставляет. Что за свинство? Ребята, когда к вам приходит курьер, не забывайте, что он работает в ужасных условиях. Что он бегает по улице, что он работает реально за копейки. 125 рублей в час! 125 рублей в час! Это же вообще кошмар. Вы можете... Не считайте, что чаевые нет. Скажите спасибо, улыбнитесь, спросите, как у него дела. Отнеситесь по-человечески. Я часто по-другому на это все посмотрел. Мне стало неудобно зайти несколько раз, когда я не оставлял чаевые. Человек еду должен приносить с хорошим настроением, чтобы еда у вас была вкусная. Так что не забывайте улыбаться, благодарить, будьте зайками. На этом все. Заказывайте самые лучшие поки и другие вкусные блюда. Подписывайтесь на наши социальные сети. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого еще не сделали. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни один новый выпуск. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok